События персонажи вымышлены, любые совпадения с реальностью случайны. Ты пойдешь с вами в церковь? Я жду от тебя не монеты. Любимый, любимый. Не надо, Клара, я подам. Факунда Арана, Нэнси Дюпла, Леонор Бенедетто, Нора Карпена, Рауль Ритсо и Карина Зампини. В сериале «Падре Карахе» и Ди Адриана Суара. Сценарий Маркес и Карнивали Марсел и Герти. Режиссеры Мартин Сабан и Себастьян Пивотто Девушки отдыхают... Вы? Как у вас хватило наглости явиться сюда? Я пришел ради друга. Какого друга? У вас нет друзей. Дай эти понсы спокойно оплакать, дочь. Не указывай мне, что делать и куда ходить. Шлюха. Дорогой, Господи, что ты здесь делаешь? Не бойся. Коста никогда не смотрит в глаза нищим. Дорогой, меня от тебя так не хватает. Мне тоже. Я так скучаю. Тип, который приходил к Карасю, оказался прав. Ты с ним? Нет, сейчас я пойду к Пипу. Когда закончится отпевание, приходи туда. Нет, мы пойдем вместе. Нет, нет. Пожалуйста. Коста может заподозрить неладное. Иди в церковь. А когда все кончится, приходи в дом Аманды. Хорошо. Ты такая красивая. Любимая. Господи, прими душу Норы Понсе, пусть она покоится с миром. Аминь. Идите. Я вас догоню. Фройлан, если тебе что-нибудь нужно, скажи. Фройлан, я отвезу тебя на кладбище. Чем я провинился перед Всевышним, Мануэль? Не вини себя, дружище. Она такой родилась. Не падай духом. Ты нужен другой дочери. Кому нужен неудачник вроде меня? Например, мне. Фройлан, я знаю, что плохо обращался с тобой. И прошу за это прощение. Ты всегда был рядом в трудную минуту. Такое не забывается. Никогда. Ты мне нужен. Ты нужен мне, дружище. Вместе мы справимся. Все в порядке? Да. Уверена? Да, я просто задумалась. О чем именно? Об операции? Да. Я больше не могу. Ни минуты покоя. Что случилось? Смотри, похоже на телеграмму, представляешь? Еще не хватало. Нам письмо! Телеграмма. Плохая новость. А почему мизина? Тихо, тихо. Читать или нет? Кто умер? Говори. Погоди. Сеньоре Мизини Кортезе. Это я. Это мини. Интересно. Сообщаем, что 13 декабря этого года вас посетит сотрудник социального отдела, чтобы проверить данные, которые вы направляли в службу усыновления. Мизина! Нет, 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 он придет сюда? Именно. Представь, если бы ты дала другой адрес. Они бы поняли, что ты живешь за счет... Что тебе не нравится? Когда мы встретились, я уже была шлюхой. Тихо, успокойся. Какое там число? Дай взглянуть. Это же сегодня. Придется ненадолго забыть, что ты шлюха. Ты должна выглядеть как приличная женщина. Не говори под руку. Что надеть? И что я буду говорить? Что, Санто? Тише, тише, что-нибудь придумаем. Аманда, Аманда, помоги, пожалуйста. Аманда, не бросай меня. Аманда, Аманда. Я буду Амандой Хауреги. Безина. Точа, у нее столько красивых вещей. Что же надеть? Ну, какое-нибудь маленькое платье. Черненькое. Ей же дали ребенка. Открой, Муда. Аманда Хауреги. Не дурно. Нет, нет, уходи. Мы уже подавали. Муда, Муда, это я. Ты спятил? Тебя схватят. Да, и сам попадешься, и нас подставишь. Мне нужна помощь. Зачем? Чтобы сдаться. Я придумал, как покончить с Костой. Ты все, что у меня осталось. Мне больше незачем жить, и не для кого. Мы всегда будем вместе, папа. Мы будем заботиться друг о друге. Да. Да. Доволен, папуля, что избавился от меня? Очень рад. Уйди. 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 Исчезни. Нет, папа. Испарись. Папа. Убери ее от меня. Папа, папа, папа. Она здесь. Она преследует меня. Помоги мне. Папа. Тише. Помоги. Помоги. Папа. Тише, тише. Тише. Папа, тише. Неудачная шутка Карахи. Ты окончательно спятил. Это единственный способ обыграть Косту. Сколько можно ждать? Помоги мне. Твой план никуда не годится. Дорогая. Привет, привет. Привет, милый. Как ты? Как ты? За тобой не следили? Что случилось? Что случилось, я объясню. Садись. Да. Садись, садись. Не вмешивай Клару. Нет, она должна знать. Поделись с невестой своей гениальной идеей. Что такое? Говорите. Давай, не стесняйся. Есть способ уговорить Арасю, отдать Косту в руки правосудия. Какой? Я сдамся. Ты спятил? Это невероятно. Вот это и я говорю. Что сделать, чтобы вы поняли? Это единственный способ победить Косту. Единственный. Пойми, Арасио тебя просто пристрелит. У Арасио есть доказательства беззаконий, которые все эти годы творил Орден. Да, да. Если они попадут в руки Хименоса, Косте конец. А заодно и тебе. Меча, не говори так. Меча! Ты куда? Санто, не бросай меня одну. Я не знаю, что надеть. Какая из меня Аманда? Меня сразу раскусит. Пожалуйста, умоляю. Ну, помоги мне. Дружище, тут я тебе не помощник. Иду, мизина. Ты понимаешь, что мы можем снова оказаться за решеткой? Ты подумал о ребенке? Дорогая, мы об этом уже говорили. Да. И я повторю. Да. Все, что я делаю, я делаю ради нашего сына. Ради тебя, ради нас. Я хочу, чтобы у вас была другая жизнь, счастливая и свободная. И я не допущу, чтобы вы... Карахи, я не хочу, чтобы наш сын вырос без отца. Пожалуйста, не надо. Не надо. Ты знаешь, что это единственный способ справиться с Костой, не подставляя других людей. Ладно. Я поговорю с Арасем. Нет, нет. Я попробую разузнать. Не лезь. Послушай. Нет, я запрещаю. Не бойся, я справлюсь. Меня он не тронет. Он меня никогда не обидит. Если ты что-то задумал, я с тобой. Не прогоняй меня. Пожалуйста. Нет, Клара. Пожалуйста. Нет. Я умоляю тебя. А это? Вот, смотри. Нет, мизина. Синьора такое не носит. Аманда, муда. Он тебе не идет. Какой кошмар. Я не смогу, Санто, не смогу. Спокойно. Меня сразу раскусят. Не гергайся. Я не могу. Ты понимаешь, что нам не дадут ребенка? Тебе дадут. То есть нам. Нам дадут. Скажи, что ты обожаешь оперу. Да. Здорово получается. Я больше ничего не знаю. Иди сюда. Я вообще не умею врать. У тебя все получится. Нужно только доказать, что ты будешь хорошей мамой. Главное, веди себя естественно. Санто. А если не получится? Получится. Не может не получиться. Я уверен. Ладно. Но ты будешь со мной всегда. И хватит бегать за карахи, как будто он твоя жена. Пойми, без меня он наделает глупостей. Я ему нужен. Я его тоже люблю. Но у тебя еще есть я. Если ты уйдешь, мы разведемся. А эта мизина... Нравится? Если вы не можете точно сказать, где карахи, награды не будет. И больше не звоните. Пока. Еще один псих. Войдите. Синьор, к вам. Синьора Клара. Спасибо. Чем я обязан такой чести? Я пришла поставить точку в этой истории. Точку? Я ее уже давно поставил. Нет, я про карахи. Он хочет сдаться. Если ты посадишь отца. Это шутка? Нет, такими вещами не шутят. Мне нужны бумаги Ордена. Те, что я нашла в подвале. Отдай их, и карахи сдастся. В чем дело? Ты ведешь себя странно. Да, я против. Но это не мое решение. Ровно в пять на ферме Регады. Ты, я и карахи. Но предупреждаю, приходи один. Я не знаю, где бумаги. А ты узнай, найди их. Вы ведь не упустите шанс схватить карахи, господин мэр. А если это ловушка? Тебе придется поверить мне. Впрочем, нам тоже. Отлично. Ровно в пять. Карахи, ты и я. Как всегда. Да? Не смотри. Как получилось? Отлично. Хоть мы и спешили. Типография работала всю ночь. Ладно, я отнесу фату и помогу вам. Хорошо. Жених не должен видеть. Подумаешь чуть-чуть. Нет, нельзя. Почему? Какая прелесть. Да. А кто будет писать, ты или я? Что с тобой? Я до сих пор не верю, что ты выйдешь за меня. Поверь. Потому что это правда. Что-то не так? Из-за Марси? Не обращай внимания, она всегда такая сентиментальная немка. Жуткая смесь. Пойду принесу список приглашенных. Отличная мысль. А я пока переоденусь. Почему он не идет? Он говорил с Понсе. Бедняга Понсе в отчаянии. Я нервничаю. Успокойся. Все будет хорошо. Доктор Вильяр лучший в своей области. Да, нужно надеяться на успех. Спасибо, что ты рядом. Спасибо, что ты мне позволила быть рядом. Что с тобой? Я снова напомнил тебе, Педро. Извините за опоздание. Доктор Вильяр. Он самый. Это Сантьяго Ольмус Рей. Очень приятно. И синьорита Мерседес Тамини. Здравствуйте. Как дела, синьорита Мерседес? Я не знал, что вы ждете врача. Я не хотел вас беспокоить, учитывая ваши проблемы. Что ж, я вас оставляю в надежных руках. Извините. Спасибо, доктор. Жарковато у вас. Вообще-то я давно хотел сюда выбраться. Я познакомился с твоим отцом много лет назад. Да? Да. Я не знал. Он всегда нахваливал Лакрус. Я даже собирался купить здесь землю, он потом закрутился и... Извините, что вмешиваюсь, доктор. Думаю, вы говорили спонсор о моем случае. Да. Да, говорили. И? Я с ним согласен. Нужно делать операцию. Без этого мы не сможем понять, что происходит на самом деле. Это единственный способ убедиться в правильности диагноза. Мерседес согласна. Отлично. Может, прямо сегодня? Сегодня? Чем раньше, тем лучше. Вот так мы и живем. Усадьба-дом, дом-усадьба. Все очень просто. Что еще сказать? Даже не знаю. А, мы обожаем оперу. Да, надо же, я тоже. Какая ваша любимая? Л'Амур. Хватит, хватит. Да. Нам нравится практически все. Особенно если поет Асунта Камильери. Я ее обожаю. Да, у нее невероятный талант. По-моему, она недавно была здесь. Я хорошо знаю Амелию. То есть, Амелию. Амелия – прекрасный человек, замечательная женщина. Мы с ней давно дружим. Очень интересно. Расскажите побольше, например, как вы познакомились. Это было давно, во время праздника. Там еще была утка. Очень вкусная. Там мы и встретились. Это был знак свыше. Отлично. По-моему, достаточно. Я составлю подробный отчет о встрече и будем надеяться, что все будет хорошо. Значит, мне разрешат усыновить малыша? Думаю, проблем не будет. Хотя последнее слово за судьей по делам несовершеннолетних. Кстати, он тоже здесь, так что он может заглянуть. Отлично. Сразу все и решим. Да. Сеньор Томини. До свидания. Сеньора. Всего доброго. До свидания. Пока. Я провожу. Спасибо. Всего доброго. Пока. Она поверила, что ты Марикита Санчес де Томпсон. Настоящая дама. Какой ужас. Ты был прав. Аманда нас спасла. Теперь встретиться с судьбой. Да. Как, оказывается, непросто завести малыша? Особенно в таком виде. Отстань. Не обижайся. Ой. Вот судьба. Время. Очень д Republican. По-моему, я оставила его под кроватью. Не надо, я уже нашла. И где? В ящике. Доктор, операционная готова. Скажи Вильяру, пусть идет. Пришел Арасио Коста, он хочет вас видеть. Хорошо. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Не за что. Мне жаль, Нору. Как ты? Плохо. Очень плохо. Я тебя понимаю. Я тоже до сих пор не оправился после гибели брата. Поэтому я и пришел, Фройланд. Я хочу покончить с этой историей. Ла-Крус заслужил покой. Теперь, когда я стал мэром, все будет по-другому. А при чем здесь и я? Я должен быть уверен, что меня не скинут с этого места из-за прошлых дел. О чем ты говоришь? Об ордене. С ним покончено? Нет. Остались бумаги Герикко. И отчеты о заседаниях. Это опасно. Да. Но они надежно спрятаны. Нет, их нужно уничтожить, Понса. Арасио, я не хочу об этом говорить. Я не имею с этим ничего общего. Если это так важно, иди к отцу. Нет, нет, он откажется. Их должны уничтожить мы. Эти бумаги могут нам навредить. Ты понимаешь это? Да. А если ты так боишься, иди и уничтожь. Ты знаешь, где они? Там же, куда их спрятали? Да, в исповедальне. Если твой отец их не перепрятал. Вряд ли. Извини, я понимаю, что тебе сейчас не до того. Спасибо. Твой чай. Поставь, Марсия. Спасибо. В чём дело? Ни в чём. Я хотела попросить прощения. Всё нормально. Я не хочу об этом говорить. А я хочу! Прости, что я повышаю голос. Просто я боюсь тебя потерять. Мне больно и неприятно, но... кроме тебя у меня никого нет. А теперь... ты выходишь замуж. Да, я выхожу замуж. Но это ничего не изменит. Я буду по-прежнему любить тебя. Наша жизнь наладится. Мы достаточно страдали. И заслужили счастье и покой. Не злись и не ревнуй к Дарё. Он никогда тебя не заменит. Ты права. Он меня не заменит. Да. Это я. Пришёл сменить повязку? Нет. Нам надо поговорить. Что случилось? Только что ко мне приходил Арасио. Что он хотел? Рассказать, как всё хорошо с тех пор, как его назначили мэром. В конце концов, он окажется ещё хуже, чем Карахи. Может, ты и прав, Мануэль. Но нам пришла пора тойти в сторону. Дать дорогу молодым. И уйти на покой. Что за ерунда, Фройлон? Наше время ещё не вышло. И город по-прежнему наш. Или ты тоже бежишь с корабля? Ты знаешь, что я тебя не брошу. Но я считаю, что Арасио прав. На тёмном прошлом пора поставить точку. Он... Он переживает из-за ордена. О чём ты говоришь? Он хочет уничтожить оставшиеся документы. Ты их ему не отдал? Нет. Он пошёл их искать. Арасио? Он не знает, где они. Но он же мне сказал, Фройлон, Фройлон, он тебя провёл. Арасио, меня ненавидит и хочет отомстить. Когда он с тобой об этом говорил? Говори. Примерно полчаса назад, когда приходил в больницу. Помоги. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что я делаю? Иду спасать нашу шкуру. Где была твоя голова? Всё приходится делать самому. Не волнуйся, у тебя получится. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Не сглазь, я вся мокрая. Зачем ты наклеила ресницы? Я без них не могу, Санто. Это же мужчина. Идёт. Ой, мне плохо. Тихо, тихо. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Сото, судья по делам несовершеннолетних из районного департамента. Очень приятно, Санто Томини. Как поживаете? Хорошо. Проходите, будьте как дома. Большое спасибо. Не стесняйтесь. Спасибо. Дорогая, позвольте представить, вот... Сото. Мизина. Это шутка. Вы знакомы? Установление – серьёзное дело. Извините, но мы действительно хотим взять ребёнка. Я вас умоляю. Неужели вы думаете, я позволю проститутке усыновить малыша? Минутку, сеньор. Да, я шлюха. Малыш. Знаешь, почему Сото зовут малышом? Он прибегает к нам по пятницам, чтобы девочки его отшлёпали. Пожалуйста, Мизина. В чём дело? Хочешь сказать, что я вру? Я не потерплю такого отношения. Неужели? А я не потерплю, чтобы ты отказал в моей просьбе, ясно? Да, я шлюха. Но если ты скажешь нет, я всё расскажу. Всё и всем. Клянусь тебе. Ты не посмеешь. Проверим. Муда! Муда! Попроси номер 78 в посаду Лос-Альмас. Это нам Сото. Нет. Ладно. Я дам разрешение. Но поклянись, что ты будешь молчать как рыба. Если ты обманешь меня, Сото... Я провожу... Малыша. Не надо. Я сам. Ему нравится, когда его шлёпают. Точно. Здесь все ненормальные. Не волнуйся, дорогая, можно начинать готовить детскую. Ребёнок, господи. У нас ещё куча дел. Не волнуйся, маму, успеем. Попробуем. Вам нужна помощь? Да, Марсия, проверь список, чтобы никого не пропустить. Или зазвонят из цветочного магазина. Не знаю, как мы всё успеем. Садись на моё место. Да-да. Что такое? У тебя всё валится из рук. Давай я доделаю. Хорошо? Да, пожалуйста, я так устала. Хорошо. Нужно отдохнуть. Анна, можно тебя на минутку? Да, мама, иду. Дайте список. Не надо, у меня почерк лучше. Ладно, я тоже отдохну. Привет. Как ты? Хорошо. Можно? Да, да. Это мне? Нет, Мирти. Ну, конечно, тебе. Ты красива, как эти цветы. Я не знал, какие ты любишь и выбрал на свой вкус. Надеюсь, тебе понравится. Не знаю, как тебя благодарить. Скорее поправляйся. Если я выкарабкаюсь, мы устроим праздник. Обязательно. Как же иначе? А твои друзья? Как они? Я им ничего не сказала. Обо мне есть кому позаботиться. Извините. Привет. Привет. Все готово, Мерседес. Хорошо. Желаю удачи. Я ухожу. Спасибо. Я поставлю воду. Что ты собираешься делать? Я освобожу наш город от двух злейших врагов. От тебя и от Карахи. При чем здесь Карахи? Он сдастся. Арасио. Ты не понимаешь, что он нарочно стравливает нас. Ошибаешься. Ошибаешься. Ты сам настроил меня против себя. Что ты сделаешь? Убьешь меня? Так же, как убил Лоутаро? Все кончено. Все кончено, папа. Для этого тебе придется меня убить. Я был близок к этому. Ты убил моего брата. Нет! Нет! Это был несчастный случай! Все равно. Все равно. Ладно. Если ты считаешь, что я заслуживаю смерти, не стесняйся. Только не забывай. Твой брат был бы жив, если бы не Карахи. И ты это знаешь. Я бы помогла, Дарьо. Нет, нет, не надо. Ты в порядке? Немного устал. Пойду принесу стулья. Не надорвись. Мануэль, что с тобой? Я хотел поговорить с сыном, но, увы, он меня ненавидит. И теперь сговорился с Карахи, чтобы меня уничтожить. Мануэль, иди сюда. Я отдам тебе воды. Тэте? Среди меня с домом Аманды. Алло? Привет, Мизина. Позови Карахи. Карахи! К телефону! Спасибо, Мизина. Клара, что случилось? К нам пришел Коста. Он неважно выглядит. Похоже, поругался с Арасио. Арасио хотел забрать бумаги. Он принял мои условия. Похоже, что да. Отлично, Клара. Дальше действуем по плану. Хорошо. Санто, не ходи, не ходи. Это ловушка. Я не могу не пойти. Это западня. Арасио не сдаст Косту. Помнишь, как он подставил нас с Геверой? Да, но Коста убил Лоутару. Но Арасио его сын. Я рискнул, Санто. Тогда и я с тобой. Кто-то должен тебя прикрыть. Давайте выпьем. Санто, не надо. Я справлюсь один. Что такое? В чем дело? Поцелуй меня. Давайте выпьем. Да, давайте. За новоиспеченную маму. За новоиспеченного отца. Ура! За вас. В чем дело, Санто, Томини? Извини, я не могу бросить его. Санто! Да, я влюбилась в Робин Гуда. За Робин Гуда. Господи. Скальпель. Так. Большая. И в неудачном месте. Попробуем сделать с надрез здесь и здесь. Осторожно, доктор. Кровотечение. Зажим. Она теряет много крови. Давление падает. Я не могу остановить кровь. Пульса нет, мы ее теряем. Франко Рапини с супругой. Мануэль Иросабаль с супругой. Как зовут сеньору Делапена? Наталья. Да, Наталья. Привезли напитки, поставим их в подвал. Я закончу и помогу тебе. Ана. Ты не представляешь, как я рада. Я боялась, что не доживу до этого дня. Спасибо за помощь, мама. Милая. Я приготовил чай. Дорогой, не носи форму. Ты ведь почти член семьи. Конечно, сеньора. Я сейчас переоденусь. Дарио, ты в порядке? Дарио. Что с тобой, Дарио? Дарио. Дарио. Дарио, что с тобой? Очнись, Дарио. Дарио. И? Никого. Никого? Я тоже его не вижу. Это Коста. Да, но... Арасио... Это Коста. Идут. Прячься. Если заметишь, что что-то не так, падай на пол. Не волнуйся. Сразу на пол. Хорошо. Немедленно. Да, да. Где Карахи? Сначала бумаги. Ему можно верить? Так же, как тебе. У вас одна цель? Давай бумаги. Отлично. Это они. Пусть выходит. Мерзавец, ты меня предал. Фильм озвучен компанией Интракоммуникейшнс. 2005 год. Если я могу видеть в твоих глазах, в твоей看ой, потому что я люблю тебя, и я знаю, что это не будет вовремя. Потому что я люблю тебя, и я беру тебя в твоих руках. Субтитры создавал DimaTorzok